Добрый день, уважаемые зрители! Переключаемся на женский волейбол. Начинаются полуфиналы среди женских команд. Участниц седьмых спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Первый полуфинал мы представляем вашему вниманию игру Якутск-Алёхминск. Пожалуйста, Татьяна Иванова и мой консультант Александр Ушницкий. Эта игра, более молодая команда играет с опытным городом Якутска. Но уже в полуфинале Алёхминс, это, можно сказать, сенсация. И игра будет для Якутска непростой. По предыдущим играм замечали рисунок игры Алёхминска. Там есть пара сильных нападающих, и девушки очень сильно играют именно на защите. А город Якутска, ведомая мастером спорта Российской Федерации Светланой Муратовой, сбалансированный состав. Играют они уже в течение последних трёх лет. И только помешает им победить в этом матче только психо-эмоциональное состояние команды. И город Якутска, капитан команды Екатерина Светлана Муратова, 11 номер Анжелика Борцева, Светлана Шишкина, Виктория Шарина, Татьяна Афонина, Екатерина Иннокентьева и Екатерина Подлужная, Анна Гаврилева. Сегодня мы увидим их в основном составе. И либера команды Евдокия Степанова. Приглашают команду города Лёхминска Ольга Ефимова. Девушки здесь находятся без тренера. Сами будут себя настраивать на игру. Видим состав. Перед вами стартовая шестёрка Лёхминского района. Настрой хороший, позитивный. Девушки вышли из достаточно простой группы, но в четвертьфинале прошли Чуропчинскую команду. И сейчас площадка покажет, каковы будут итоги встречи. Первого полуфинала Якутска-Лёхминска. Лёхминске будет легче играть, потому что они программу свою выполнили. Они в шаге от пьедестала. Я думаю, что это в первый раз в жизни у них такая ситуация. Они будут играть раскрепощенно, с настроением. А в городе Якутска задача стоит выиграть. И это определённую нагрузку делает, конечно, требование. Запросы самые высокие у столичной команды. Первая партия. И первая подача. Мяч поднят. Очень зажат был доигровщица к столбу. И не получилось ничего. У Ольги Ефимовой, капитана команды. Но зато вот сразу с первых секунд мы видим, что защита в порядке у города Олегминска. Екатерина Никентьева подавала. Это тоже семейный подряд. У них Артур Алексеев. Очень добротный, хороший доигровщик. С Оленёвского луса. Он играл за город Якутск. С центра сетки атака, но натыкается высоченный, опытный Светлана Муратова. Ей даже не стоит почти прыжки. Это поймала Анжела Бурцева как раз. Обводили Муратову, но наткнулись на Бурцеву. Играется мяч. Накат. И это расчатки. Вот сразу три очка набирает. Удаётся набрать ход в первой партии девушкам из города Якутска. Давайте, чтобы у вас появилось общее представление, картины в целом. Расскажем, как вообще складывается игра в ОМГе. Всего 12 команд, прошедших отбор. Приехали на эти игры. Было четыре группы, по три команды в группе. И каждая первая, вторая команды выходили на четвертьфиналы. Так вот, Якутск из группы с Мегин-Кангаласским районом и Сунтарским районом вышла с первого места. Попали на Оленёкский район в четвертьфинале. И выиграли девушек из Оленька. И вот, оказались в первом полуфинале. Игровой путь на этих играх у Олёкминска сложился ещё более удачно. Девушки попали в группу жизни, как ещё называют, да? Да, Хангалаский район. И вместе с Хангаласским, Олёкминским ещё был третий. Сейчас скажу. ОМГА-2, да. ОМГА-2 команда была. И девушки вчера в четвертьфинале легко выиграли у Чуропчинской команды. И сейчас перед вами полуфинал. Первая партия. Якутск пока ведёт. 5-1. Ну, за счёт... Просто Якутск разбрасывает мячи по углам. Без... Ну, натяжей, без усилий, как говорится. За счёт хорошего приёма. Не могут организовать достойную атаку Олёкма. Пока на собственных ошибках, да? Отдаёт, всё время отдаёт. А если простой перелёт, маленький розыгрыш, и по углам закидывают нападающие Якутской. 7-1 уже. Вчера видели, что и Ольга Ефимова, и Наталья Чавилёва, да и Яна Ковтун могут показать более сильную игру в атаке. Неизменный тренер всех валидболистов Олёкмы, масс-рестлер, мастер спорта. В республике неоднократный чемпион, сейчас работающий в Олёкме. Председателем спорткомитета, да? Гаврил Сивцев. Ну, скорее всего, из финансовых соображений, может быть, не приехали тренера, или представителем выступает Гаврил Сивцев. Ну, пытается помочь команде. Большой спортсмен, талантлив. Но настраивать должен уметь. Перерыв закончился. Но здесь надо просто раскрепощиться Олёкминс, играть в своё удовольствие. Цеплять, начинать дёргать город Якутск и найти свои шансы. И не допускать вот такие собственные ошибки. Светлана Муратова сегодня играет вместе со своей командой, как и вчера. Чувствует себя нормально. Отошла от всех передряг первого дня. И вот в качестве связующего игрока сейчас Муратова. Есть доводка. И попытались включить диагональ, но мяч защиты сыграла в городе Якутск хорошо. Ещё одна в центре сетки. Слабо. Обманным ударом в шестую зону Олег Майов зарабатывает второй мяч. 2-7. Укоротили нападение, да? В этом случае. И Ирина Пермякова связующий игрок у нас на подаче. Ну, атака, то и города Якутска всё в порядке. Да, и Грофица сыграла хорошо. Восьмой мяч на съёме. Свою работу получила 8-2. Есть приём. Хорошая доводка. И с диагонали будет быстрая атака. Но тут не разобрались. То ли понадеялись на то, что Якутск примет и будет некая пауза, пока они готовят атаку. Но тут мяч вернулся внезапно и всё испортил. 9-2. Татьяна Афонина на подаче. Хорошо страхуются девушки. Но тут быстрая атака в исполнении Ольги Ефимовой. Мы уже видели Ольгу здесь такие характери... Такие атаки для неё характерны. Это её мячи, да? Её мячи. Подача более усложнила и за счёт подачи. Вот четвёртый мяч. 4-9. Туда же Либера справляется очень хорошо. А зато срывается к мячу Светлана Муратовой. 5-9. Это уже близко. Тоже смазали. Придётся Светлане и аут, да? 6-9. Слом. Переломный момент у нас перед глазами происходит и благодаря сильным подачам. Да, у нас Ольги Ефимовой. 6-7-9. Капитан команды берёт свои руки, да, и ломает ход встречи, да? Своими. Ну, ещё есть, правда, два мяча до равенства. Своими. Всё, нормально. У нас всё есть. Есть, есть. Чтобы хватает. Давай, давай. Всё, не хватает. Давай, давай, девчонки, надо. Давай. Давайте, давай. Давайте. Давайте. И ль! Уверенности сейчас должна придать вот такая серия из успешных подач от Ольги Ефимовой. Держит подачу Ольга. Не сломил перерыв Ольгу. И очередная ошибка. Ну да, трудно было Светлане как-то спасти ситуацию. Она кулаком решила на девятый метр наперлить ее. Сейчас. Ой-ой-ой. Ну, вариант тоже. Пермякова в атаке может со второй линии помогать. 9-9. Вот это женский волейбол. Характерно. Мы много раз видели. Наталья Чевелева у нас на подаче. И у нас еще неизвестно, да, сколько раз будет меняться ситуация. Ситуация игровая. На кого перейдет инициатива. А сколько всего будет переломных моментов. Все-таки отходим от мужского немножко и наслаждаемся нюансами, красотами женского волейбола. Да, вы правы, женский волейбол. Очень приятно смотреть. Интрига бывает всегда в женском волейболе. Розыгрыши подольше. И сыпки. И сыпки. Девушки сыпки играют. Просто так мячи не падают. И эмоции бывают. На загляденье, как вы говорите. Со второй линии. Да, так. Хорошая атака. Добротность. С переводом от себя играла тринадцатый номер. Ефимова Ольга. Это капитан команды. Вчера все ждала, когда же она наконец станет нападать. Но ее на три партии полностью хватает. Десять-десять. Вот насчет четвертой-пятой. Пока не знаем. Может сегодня увидим. Блок цепляет здесь. Опять на нее играется в любой ситуации. Тоже сложно. Без атаки город Якутск. Есть доводка. И опять. И снова Ефимова оставляет Якутск без атаки. И впереди уже Олегминский район. Одиннадцать. Десять. Как в детском волейболе, да? Разобрались с этим отставанием. Я подозреваю, что у них одна расстановка. Такая сильная будет. Да, вполне возможно. В других расстановках город Якутск. Джару Дас. Одиннадцать-одиннадцать. Шишки на света на подаче. Сейчас город Якутск с центра сетки. И вот. Анжела Бурцева. Игровой практики, видать, не хватает. Ну, просто Олегме далековато от центра. И Ленский, и Мирный тоже. Соревнований мало, да? Да, видно, что соревнований мало. Иногда в таких ситуациях, ну, не будут нижние вот такие промахи. Чисто, ну, как бы, нелогично. В волейболике не должно быть таких. Провожать мяч. А вот. Стал город Якутск очень часто ошибаться в нападении. И 12-12. Мы сейчас не видим в составе города Якутска сильных игроков в последних лет, да? Ирину Станицкую, Татьяну Баринову. Вот такой отбор, видимо, был. Аут. Очень простой ситуаций. Ошибка допускает нападение игрока Лёдмы. Временное пространство, и время, и пространство позволяло ей сохранить мяч. Но мяч без риска, ну, просто улетел по длине в аут. А сейчас вот. Грамотно разбирается Наталья Чевилёва. 13-13. Вот на... По блоку Бурцевой. Трост. Блок и площадка. Третий номер. Буквально на последних мгновениях пытается спасти этот мяч, но очко остается за атакой Якутска. Девушка Лёдмя не просчитывает некоторые ходы. Можно было. Здесь по-другому доиграть. Вот Ольга всё время нацелена на атаку. Да. И немножко не доигрывает в страховке, да? Да. 15-13. У нас на линии подачи Екатерина Анатинькиева. Ну, для волейбола она с хорошим ростом, девушка. И возраст. Только начинается карьера волейболистки. Первые большие крупные соревнования. 14-15. Это лидер команды Лёдмя, да? Татьяна Стефанчук. И это лидер у нас 13-й номер. Связка. Подбили пальцы. Не ожидала, что он придётся. Да, но траектория была очень уж необычная. Да, доигровка. Мяч в поле. Отрывчик маленький Якуса к себе обеспечивает. 17-14. 11-й номер. Ошибается. Анжела Бурцева. Сохраняет хороший, комфортный игровой счёт. Первая партия. И опытный наставник, можно сказать, команда Лёдмя. Связующий игрок на подаче. И выверена на линию. Выбивает до игровщика. Либера тут на месте. И хорошая... Даже скидка у Ольги. Да, очень хорошо. Продуманная по месту. Представляет опасность. Тут ждали от неё удара, да, девушки? И немножко подальше расположились. Ирина Пермякова. На равенство. 17-6. Подаёт для того, чтобы сравнить счёт. И сравнивает. 17-17. Да, пауза хорошая. 8 секунд даётся на подачу. Тут переиграла сама себя, да? Чуть-чуть не повезло по длине. И Татьяна Борисова-Афонина на подаче. Есть хороший приём. Отлично по диагонали. Мимо блока. 18-18. Да, Светлана. Она передней линии, да? Она на доигровке. Надо было помочь блоке. Аут. Алёкма вышла вперёд. 19-й мяч. Такой взгляд. Вот это убойная позиция для Алёкмы. Мы помним, когда они совершили скачок такой. 9-9 мячей. Да, вот. Безошибочно пока играет Ольга Ефимова. 9-20-18. Остаётся только хвалить смелую нападающую лидера команды Алёкминского района. Она отвергает посвоиться. Один в поле не воин, да? Пока что. Коллектив помогает. На неё играют. Блок-аут. Третий номер. Чевелёва Наталья. 22-18. Сигнальчик маленький. Светлана Муратова сразу почувствовала это. Не пошла, да? Лёгкий отрыв на старте у города Якутска было. Но... Гандика был очень быстро ликвидирован. И сейчас абсолютно ничем не уступает опытной команде Алёкма. И за счёт игры... Даже превосходит, да? Да, да, да. Брака поменьше у них в атаках. Стабильная подача. Держится подача. Город Якутс не может организовать капитальную добротную атаку. Перекидывает. А мячи подбираются. Да, зал. Скандирует. Да, скорее всего, все участники родной Алёкмы пришли поддержать своих девочек. Есть доигровка. Высокий мяч. И вновь пробивает блок. Третий номер. Чевелёва. Да, надавила кистью. Видно было. И мяч попадает в локтевой сустав Светланы Муратовой. Очень сложно было и сохранить. И 22, да? 22-18. Концовка первой партии. Первого полуфинала у женщин. И тут каким-то чудом наконец перелетает мяч Светланы Соловьёвой-Шишкиной. Тут немножко повезло. Стормознули на страховке. У Светланы Муратовой опасная подача для Алёкмы. Да, ближе. Битый. Вот видите. Нет, отыгрались. Опытная Пельмякова-то оказывается в сложной ситуации нашла выход. Но где-то не помогло. 20-22. И тут отчаянно бросаются в защите девушки Якутска. И приносит себе 20-е очко. Заслон ставит. Откровенный заслон. Могут этот ток дать. Пока еще никого не останавливали при заслоне. 21-22. Хорошая скидка за блок. И тут страховки нету. Теперь уже Алёкминск берет перерыв. 22-21. Мы приближаемся к логическому завершению первой партии. Но насколько оно поддается логике, пока мы не знаем. С Валетболе одними захотеньками конечно не выиграть. Надо работать. Сейчас будут еще дорабатывать и перерабатывать волейболистки Алёкминска, а Светлана Муратова на подаче. Это скорее надержит. Да, вы Светлану знаете. да. Светлана нашла жертву. Счет равный. Первый полупенал Якутска Лёкминск. Надо быть очень внимательным. Заслон откровенно стоит. По нынешним правилам это запрещается выкрывать. 23-22. Пермякова правильно просчитала коротку ремича. И я на кофту на подаче. Очень просто. здесь прилепит. Защитя хорошо. Сохранит мяч. Играет. 23-23. Сняться надо с подачи. Быстрая атака. Вновь Светлана Шишкина сама же на подаче. И пока еще ничего неизвестно. 23-23. Есть доводка. Здесь надо сняться с этой подачи. И молодец третий номер. Чевелева наконец забивает. сетбол. И уже надежда Пшенникова идет подавать на партию. сетбол. Вот такой сетбол пользу города Якутска. 25-24. 25-24. идет идет первая партия полуфинальной игры среди женщин между командами Якутска и Алёхминска. После них будет отыгран второй полуфинал среди женщин. Там встречается Мирный и Амга-1. А пока Якутск в атаке. С третьей здесь борьба и первый сетбол 26-24. 1-0. Впереди город Якутск. Все-таки остается за Якутском первый сет. И хорошая атака Анжелы Бурцевой приносит победу в этой партии. Якутск выходит вперед 1-0. И мы уже посмотрели на что способна команда Алёхминска. Как умеет держать подачу, возвращать себя в игру. на характере и вправе ожидать большего от них во второй партии. Есть чем ответить Якутск. Это хорошая подача двух игроков. Единственная нестыковка игры здесь игра в защите. Обычно играют в защите углом вперед и углом назад. Перекрывая линии. А здесь почему-то защитницы остаются оба на задней линии. Даже без блока надеются поднять мяч, но когда блок уходит передняя линия поднимается, половина площадки открывается и город якут спокойно. Третий, четвертый метр накатывает. Сейчас уже подскажут своей либера по выбору позиции и как выходить за блок позиционные ошибки пока у Алек Минска в защите. Багаж у города Якутска побед очень большой. Естественно, так и должно быть столице нашей республики. Лидер женского волейбола, один из лидеров. Амга, Сергей Лях и город Якутск. Это неизменный педестал последних лет женского волейбола. Но я думаю, что Валек на задоре может наказать город Якутск. Первые партии попробовали, сейчас уверенно появится. Атака есть. Хороших высоких передач Алек доигрывает мячи. Но вот единственная защита необязательные мячи. В женском волейболе накаты это оружие, но накаты всегда в долгом розыгрыше. С трудом победные мячи добываются. Мы сегодня видели два таких крепких нападения сделали. Город Якутск. Девушка там замкнула Бурса. Защита Олег мы только взглядом. И от воздуха косички подергались. До этой игры завершились у нас мушкие полуфиналы. В первом полуфинале выиграли команда Намского района УАМГИ. И второй полуфинал остался за сборной командой Чуропчинского района. Завтра мушкой финал Чуропча Намский. И сейчас черед девушек определять финалистов. Полуфинал выбились четыре достойнейшие сборные. Перед вами команда Олегминская и команда Якутска в красных формах. После них мы ждем встречу мирной ОМГА-1. Непривычно тревожно встание города Якутска. Есть опасения что многоопытная Светлана Мурата почувствовала где-то нелады. Ну это полуфинал Игр народов Якутии. Здесь просто не может быть иначе. Дальше команды Мирного и ОмГинского районов честно говоря выглядят еще угрожающе. А тут с Олегминском началась вязкая игра первой партии. Пока завершилась в пользу Якутска. 1-0 Якутск впереди и ждем свиска на вторую партию. Тревога при подаче возникает. На подаче у нас Катерина Иннокентиева. Волнение молодости Жалко конечно что Олегмин играет на двух своих лидеров и комбинации такой ситуации сложно проводить. И блок ждет да? Да блок предсказуемый и труднее все. Вот видите уже седьмой номер Татьяна Стефанчук зарабатывает очко своим ударом с третьей зоны 2-0 уже 2-0 Чевелева на подаче играется мяч простой возврат блок держат удержали было Бурцеву это женский болидбол с отскока вторая атака добивание да? да? Да Первый мяч в атаке город получает есть игра да здесь надо все-таки опытные игроки просто так не отдают да здесь можно было седьмой девятый или даже второй метр сыграть или на Светлану Муратова нужно было отправлять мяч этот эффект с опытом еще дальше будут использовать в дальнейшем думаю и сейчас атака Алёпинского района от блока в аут понемногу да? Арсенал-то увеличивается не только единой Ольгой Ефимовой да? Края появились да и грошицы стали доверять Кельмякова эйс вот подача пока такой компонент на который Алёпин waist сможет надеяться да если эта подача перенесет к медалям это будет здорово каким-то оттенком подача оооо ну перефодили опять мы с вами как подумаешь о грестилле пишу пропало да вот это опасное слово пока в эфире не озвучивает Доводки нет, но будет атака, такой мягкий, накат, вот Ефимовый. Это переходящий сеточный мяч, выиграла Лепма. Вот, хорошо направление дала, скидки своей. Тюрьмякова, наставник команды, Эйс. Точная выверенная подача, по длине сложно было применять. Либера чуть-чуть опоздала на мгновение. И туда же, вообще камнем упала. Шикарная подача. Шикарная подача. Значит у них два подающих. Хорошая подача. Это грозное оружие, 7-3 уже. Почувствовали девушки площадку. И вот такое развитие событий. Бост, да, Борсова удивляется. Тоже Либера не справляется. Простая скидка. И сейчас увидим атаку со второй зоны. Страховка есть. Надо просто перекинуть. Играется мяч. Город играет. Хорошая атака. Либера на месте. И Светлана Шишкина. Пока что мяч в игре. Играется долгий розыгрыш. И вот Куратова. Красиво. С высоты своего роста и своего мастерства. Четвертый мяч. Так, сведенную влево скидку бросает. И получается очко. 4-8. Есть прием. И атака. Что-то пропало командное движение в городе Якутска. Девушки стали. В защите не поднимают мяч. Уже девятый выигрышный мяч у Валютны. Тринадцатый номер. Сумбур пошел над сеткой. И сейчас посмотрим, кто подготовит атаку. Все в одно касание. Играет. И нерболтом называют. Это не волейбол. Отлично. Защита есть у Афонины, у Бурцевой. Прямо на лидер. Но здесь тактическая ошибка. В простой ситуации ошибается Алёвминск. И очко достается городу Якутску. Да, ждали, наверное, поправки к Пермяку. Но ей было добираться до этого мяча невозможно. Слишком далеко. Эйс. Выбивающая подача. Шестая. Шестой мяч. На свой счет пишет Якус. Шесть, девять. Я считаю, что Алёвма молодец. Навязала борьбу. И задергались, да, опытные игроки города Якутска. Симпатично выглядит команда Алёвминска. И командная атмосфера команде Алёвминска какая-то хорошая. Легкая, да? Да, легкая. Чувствуется. Поддержка есть, взаимная. Ошибка. Ошибки должны быть. Мяч круглый. Не всегда можно попасть по центру. Семь. Екатерина Подлужная на подаче. Есть доводка. Атака-то есть. Ефимова во всей красе. Временами есть хорошие доводки. Есть атака у Алёвма. С края сетки это помощь. Севелёва, да? Да. 11-ю. Доигрывала. Пшенникова на подаче. Касание сетки что-то? Да, обидная. Обидный. Рожек. Мяч был выигран. Практически колёг мой. И. Касание сетки. Аут. 12-ю. Справедливость восторжествовала. 12-8. Рабочий мяч они выиграли, но коснулись сетки. Дождались ошибки от города Якутска. И вот, наконец, подготовленная сетка. Сильная атака от Анжелы Бурцевой. С диагонали приносит Якутску девятое очко. Есть приём. Скидка. А теперь, да, Арсенал у девушки хороший. Богатый, да? Богатый. Хорошо сыграла. И оценивает ситуацию правильно. Двойной такой высокий блок. Зачем туда лезть, да? Да, конечно. 13-9. Ты смотри. Аут показывает себе. 10-13. Дорчевая на линии. Афонина. Афонина на линии. Татьяна Афонина. И с диагонали Алекминск. Аут. Попадает в аут. Слишком сложное направление было. Не, вот не попало по мячу. И как в теннисе, краем ракетки ударила. Всё время на 13 номере игра идёт. В этой расстановке Пермякова всегда центр сетки подняла. Это чуть-чуть там не доработало. Мощный удар, но в защите Якутск хорош. И ещё раз, и снова. Чуть было не вышел мяч. Вернулся со стороны Якутска. Однобокая игра была, но за счёт вот... Своего мастерства, да? Настолько переигрывает пока блок. Поле. 15-11. Ирина Пермякова. Мы помним её подачи. В первой партии. Два Иса подряд, по-моему, она подала, да? И сейчас тоже существенно усложняет жизнь. Есть игра. Пас какой-то был перелетающий. Но, тем не менее, мячко... Лёгкая додутерка для лёгкого. 16, скорее всего. И всё по правилам. Мяч перешёл в этой линии. Да, довольно сильная подача, но... Город Якутск, Шишкина, Светлана, замыкает хорошим добротным ударом. И тут Либера бессильна. 12-й мяч в нападении получает город Якутск. И... Убойная расстановка. Тяжёлая подача для Лёгмы. И три блока. Первая полетела. Подтверждение слов Александра. Ну, от Мастера Спорта России других подач не жди, да? Здесь в суде надо подработать. Но всё-таки Светлана знает, да. Откровенный заслон при том. Мяч вылетает с трёх игроков. Четырнадцать-шестнадцать. Мне кажется, город Якутск двумя связующими перешла в игру. Двумя нападениями и одной связующей. Потому что, скорее всего, в самом деле, инцидент, происшествия, которые прошло в первом году, для Светланы большой, возможно, не дают набегаться по площадке. С выхода в некоторых случаях Светлана не выходит. Нет, она уверяла, что чувствует себя хорошо. Полностью всё забыто. Шума вокруг было больше, честно говоря, сказала. Ну и слава богу, да? Светлана подача. Пока Якутск в роли догоняющего. Вторая партия. Первое полуфинало среди женщин. Алёкминск и Якутск у нас встречаются. Якутск в красных формах, Алёкминск в зелёных формах, которые, видимо, символизируют их пшеницу. Семнадцатый мяч трудом снялись с подачи на доигровке от Якутска Светланы Муратовой. И сейчас полегче будет для Алёкмы. И надо максимально... Пермякова в защите играет хорошо. Играется мяч. Будет ли атака, скидка? Сейчас что покажет Якутск? Посмотрим. Просто. Тоже скидками обходятся девушки. Пермякова сама пробует бить весьма удачно. Есть атака сейчас должна быть. Высокий мяч. Кросс, кросс. Оказывает второй судья. Пятнадцать, семнадцать. Ну, никто и не ждал лёгкой жизни на стадии полуфинала. Счёт всегда будет таким ровным. Девушки будут упускать, но догонять. Светлана Мурата в защите. Не дают ей покоя. Ну, пытается оставлять без паса. Да, как только лёгка переходит... Такой пенербол, так скажем прямо, да, и сразу же Якутс догоняет, на равенство будет подавать. Ну, играя игрой, но надо бить. Увлекаются иногда девушки. Да. Быстрыми перекидками. И... Ровно семнадцать, семнадцать. За что наказаны, да? Тут оставили котелочек без присмотра. Ну, как без присмотра? Просто не сориентировалась Наталья Чавелёва. Светлана Мурата. Просто видит, что соперницы играют тоже. Стоят по своим зонам. Перемещаются не очень быстро. Ровно восемнадцать, восемнадцать. Сколько ударов, интересно, было с обеих сторон? Ну, по тридцати, наверное. Если каждый рожечек по три, ну, по пять раз... То есть точно перекидывали, да? Да, перекидывали. По пятнадцать раз, получается, в каждой стороне касаний было. Да, блок цепляет. Город... Инсетиво берет свои руки. Девятнадцать. Восемнадцать. Да, тоже рабочий мяч был. Можно было... Немножко вперед зашла вот при защите. Опять углом назад не дорабатывает. Похоже на аут. Да, похоже на аут. Аут, без спасания. Хорошая картинка. И после совещания мяч отдается Лёху. Девятнадцать, девятнадцать. Шенникова. Играется мяч. Надо добить. Реакция у Пермяковой хорошая. И срывается. Срывается скидка у Муратовой Светланы. Извиняется. Двадцатый мяч. Поль записан. В первой партии концовка осталась за Якутском. Тоже двадцать четыре, двадцать четыре стояли девочки. Двадцать двадцать. И сейчас у кого нервы покрепче, да, настрой получше, скорее всего запишут свой актив в вторую партию. Потому что игра, ну, абсолютно равная, да? Никто особо такого не превосходит. Но в нужный момент надо третий все-таки, ну, изобретать надо, так скажем, да? Ну, Светлана стоит высокий игрок, одиночный блок. Ну, даже если захотеть попасть по руку, сложно. Если специально захотеть, не попадешь же. Вот второй, во второй раз ошибается Иннокентьева при подаче. Одиннадцать в одиннадцать. Вы хотели сказать двадцать один, двадцать один. Двадцать один, двадцать один. А, у нас же концовка второй партии. Якутска-Лёхминск в полуфинале игр народов Якутии в Амге. Да, Якутия полностью играет только на Светлану Муратову. Она от связки перешла в нападение. Двадцать два, двадцать один. Здесь, ну, здесь что можно сделать? Накатить только. Очень далеко, здесь оттапа не получится. Достает, хорошо. Переход еще. Переход игрока в полной ступенью это наказывает. Вот через среднюю линию. Даже опасно играла. Могла ей нанести травму. Перемеховой. Молодец, Таня, что пытается достать такую сложную передачу. Двадцать два, двадцать два. Похожая, очень похожая партия. Вторая у нас с первой. Ну, без отрыва они подошли. Так, первая партия, вначале большой отрыв был. Ну, вот я про счет концовки. И Светлана Муратова выигрывает. Двадцать третий мяч получается, да? Угу. Двадцать три, двадцать два. Двадцать три, двадцать три, двадцать три. Да, Борцова не стала рисковать. Сейчас должны. Блок. Откровенно играли, все было видно. Что к чему и Олег Ма. Да, еще отведенным блоком. Высокий рост. Более окменских волейболистов. Двадцать три, двадцать три. Двадцать три, двадцать три, двадцать три. Светлана Муратова. Один только. Оу! Вот это совсем обидная ошибка. И Якутск пока берет два-ноль. Две партии остаются за Якутском. Завершается вторая партия первого полуфинала среди женщин. Игры народов Якутии. Вы смотрите волейбол из Амги. Волейбол высшего качества, который только возможен в нашей республике, в нашем регионе. Вот помаленько у нас волейбол-то сто провышал. У нас был спад в конце прошлого века, начало нынешнего века. В течение десяти лет. Маленько-маленько с появлением детских тренеров. Шишка идет. Здесь два блока. Вот здесь... Когда она в шоку... Она может... Да. Когда два в шоку... Да. А, когда два блока сверху. Когда два блока либо вот сюда, либо в угол. И у нас сейчас мы достойно представляем нашей республике на Дальнем Востоке. Мужская команда у нас заняла второе место. В прошлом году команда университета выезжала и попала в четверку. Молодежь у нас по пляжному волейболу девочки занимают лидирующие призовые места. Мальчики где-то в середине, выше середины. А ветераны наши, заслуженные в городе Анапе, в Хабарске, принимают тоже участие в ветеранских соревнованиях и в числе лидеров. Ну, появляется появлением лиги волейбола в городе Якутске. У нас три любительских лиги, команд очень много. Оживилась работа сахавы сельских спортсменов, проводится фестиваль. И школьный болитбол подтянулся. У нас мы потеряли несколько поколений. И одно время было, что играли 20-летние и 40-летние. Сейчас такого нету. Мы видим, что в любой команде есть 18-летние, 25-летние, 30-летние. И максимальный возраст, конечно, 35. Да, Светлане Муратовой можно играть и в театре. Разобрали разборка на Олеговске. Ну, просто она, как тренер, видит, что защита Олег не эталонная. Ошибки есть. И подсказка. Если блок, то туда. В какую зону? Вторую или пятую? Если скидка, то в первую зону или третью? Ну, хромает Муратова. Но характер-то мы хвалили в начале первого полуфинала. Но еще не проявили. Олег Минчанки, да? Ну, есть желание. Видно, есть желание. Но вера, что это победа, это битва за медалью, не чувствуется. Вот уверенности как раз Наталья Чавелева на ваших экранах. Призывала девочек поувереннее себя чувствовать. Быть немножко королевами, как говорится, да? Раскрепковщица, да? Да, 2-0 пока впереди Якутск и на подаче в третьей партии Олег Минск. Хорошая была траектория у мяча. Здесь доиграть надо, да? Здесь надо добить. Я просто хочу, чтобы волейбол был добротный. И подольше. Молодец. Замкнуло 13 номер у нас. Лидер команды, да? Ольга Ефимова, капитан. Капитан. Ну вот так надо действовать капитану. Даже с третьим номером города Якутска пришлось Афониной к уйти от мяча. Успела вывернуться. Хорошая атака. Да, Светлана осталась в нападении. И сейчас. Афонина, Татьяна, капитан команды, пасует. И на Киенкеева. У нее было две ошибки на подаче в предыдущей партии. Сейчас с нервами девочка справляется. Блок-аут. Но недолго музыка играла. Через блок играет Алеквинс. Счет равный. Третья партия. 1-1. Да, здесь комбинация заранее не была подготовка. Диагональная не была готова. И пришлось здесь придумывать. Ничего лучше не получилось. Попала в Светку. 3-1. Стефанчук. Татьяна ввела мяч в игру. Блок хороший мы видим. Редко случается увидеть двойной блок у Алеквинска. Готов вот у Якутска блок почаще. И по месту. Да, и Светлана Муратова тут, конечно... Это Бурцева, Анжела. Бурцева, да, Анжела. Шишкина, по-моему, да. Четвертый номер был, да? По ведомости Светлана Шишкина. Вот Анжела поймала. И сразу сама выдает подачу на вылет. 3-3. Да, не хватает. Опять нестабильно подают девушки. В террористском лексиконе есть слово, это постановка игры, да? Поставить игру в защите. Поставить игру в нападении. Здесь валютный на самом деле заняться схемами защиты в волейболе. Она просчитана теоретически это все. Даже прогуглить можно, да, при желании. Здесь надо научиться просто хаотичным движением и скоростью, и желанием. Ну, не всю площадь не закроешь. Да, и не совсем грамотно располагаются на задней линии девушки. Зато на передней у них... Все в порядке. Все в порядке. Как видим, 5-4. Перевод по линии, двойной блок за слон был, но не заметила. Бег с диагонали. Полетно. Здесь Светлане надо направление подачи поменять. Вот, самоотверженно защищается девушке. Собой в сторон. Светки. Сейчас Чевелева нет, не поставила точку. Афонина скинет. Тут Шишкина поджидает и сама же в атаке. На загляденье просто играют в этом розыгрыше девушки. И игра продолжается. Немножко разнообразно, но зато... Все видят, да? Встали уже. И собственной ошибкой заканчивается. Это очень долгий розыгрыш. 5-5. Третий номер. 5-5. Ну, валют не надо. Пора, пора играть. Весело, красиво, сильно. Ну, из-за того, что они упускали вот именно возможные победы, да? Немножко расстроились. Претензии высказывают. Вот это было ударище, да? Иннокентиева Катя. Хороший мяч. Одиночный блок. Наконец, ну, практически над чистой сеткой. С переводом от себя. Яна Ковтун там не успевала. И Светлана Муратова на подаче. 6-5. Ждем эйса. Седьмой мяч. А сейчас в лених. На восьмой, на девятый метр. Должно полететь подача по логике. Но Светлана имеет свое мнение. Не может. Стороночку чуть-чуть отвести. Вот. 8-5. При счете 5-8. Слушаем капитанов и тренеров обоих команд. Вот. Надо верить в свои возможности. Уверенностью пожелаем Алекме. Город Якуз больше всего выигрывает свои матчи. Но в финале завтра игра другая будет не так легко, да? Да, конечно, будет. Ну, так-то мы смотрим. По составу команд второй полуфинал выглядит сильнее, да? Там практически досрочный финал может быть. Мирненские девушки очень прилично играют. Показывали волейбол хороший. И Амга один тоже. Одна из фаворитов этих игр. Ладно, ладно, это явный фаворит этих игр. Будут сейчас после этой игры встречаться во втором полуфинале. А пока у нас полуфинал в исполнении Якутска и Алекминска. Пропало что-то огонек здесь. Вот второй партии это было. Сейчас я ее не вижу. Обреченность чувствуется. Такое ощущение им сейчас собрать чемодан. Вот какие двалетные девочки хотят. Рано еще, рано еще. За бронзой играть надо будет как минимум. Насмашку. Посмотрим, сейчас подустала, наверное, Ефимова. Возвращается она на переднюю линию. И сейчас Якутску будет тяжелее, чем в предыдущих отрезках. 7-9. Всего два мяча на самом деле, да? И Надежда Пшеникова. По игре огромное преимущество имеет город Якутск. Она по счету играет по сути. Ну вот, хорошая атака от Чевелевой. 8-9. Сейчас доигровка очередная. Ой, сама себя перехатрила Анжела Бурцева. 9-9, да? Да, равный счет уже. 9-9. Хотела ударить, потом решила скинуть. Но Якутску в первых двух партиях позволяла себе догонять все мячей. Убегать 5 мячей. Но счет 2-0 в пользу Якутску. Когда надо, город Якутск набирает свои очки и спокойно играет. Добавляет, да. Добавляет. Полет не надо, прыгнуть. Центр тяжести-то надо пошевелить. Но в активе у Якутска две выигранные партии. Поэтому это тоже, конечно, залог уверенности в их игре сегодня. Алекминс нервничает, потому что это их последний шанс удержать этот полуфинал. 11-10. Алекма впереди. Ну и город Якутск до 22-4 позволяет иногда голову засунуть вперед. А потом как будто боится завершать партию. Начинаются ошибки. Тут тоже главное, что огонь появился. Да, да. И желание. Это же спорт. Конечно. Без любви к спорту тут делать нечего, да? 12-10. Как бы вы не устали, как бы не перетеренировались, уже достаточно контактировали, пожили с волейболом. Эйс. 13-10. Все равно на этой главной площадке надо вернуть всю любовь к своему виду спорта и отыграть на уровне. Субтитры создавал DimaTorzok Заряжены Алекминские волейболистки. Пока зрителей 2-0 не должно устраивать. Традиционно в полуфиналах ожидаем 5 партий. И сейчас посмотрим, что предпримет Алекминский. Насколько хватит вот этого задора. Второй эйс. И какой будет в итоге отрыв. Надо вести до 5-й партии. 14-10. А там, ну, удачный эйс. Третий эйс. Да, задергалась принимающая. Уже 3 мяча подряд не может принять. Ну, сильная подача. 15-10. Знаю, что за слон не свистит. Первый судья. Алек Мактолы ставит за слону. С трудом снимается город Якусетой подачи. 11-й мяч нападения. 11-15. Оставили заднюю линию открытой совсем. И капитан команды указывает на ошибку Пшениковой. Такое ощущение у меня, что сегодня чаще всего хана подает. Два раза ошибла же, да? Так быстро возвращается у нас расстановка. Вот это было неожиданно, но справляются пока лег мячанки. Защита на месте. И опять и снова. Зеляющая Светлана просто положила. Бильярдный удар называет, да, такой? Зеляющий. В лунку, да? 12-15. Есть игра. Здесь страховка в лаготове. Бит. Павлоку пыталась вывернуть Ефимова. Да здесь можно было атаковать. Прямо по диагонали, да? Бурцева не успевала немножко. Иннокентьева продолжает подавать. Хорошая подача у нее получилась. Надо игровку подлужная приносит очко. А, это Афонина, Татьяна. Да, вот воспользуясь советом Житлана Муратова, команда стала играть. Если блок, то за блок. По месту, да? По зону накаты пошли. И это приносит успех. А, не силовые, да? Да. Атаки слепые. Да. И еще раз. Мяч на стороне. Якушка гуляет. Почему-то без атаки. Атака будет сейчас. Якушка устала. Не готовит к нападению. Переходится к девушке. Хорошо. Сейчас достала Екатерина. И удар не получается. Ну, в таких случаях, говорят, мяч не дошел ниже сетки было. И вау только такие мячи летят. 15. 15, да? Мои слова тоже тренер просит. Доведи. Не доводит, да? Пока до четверки. В ракурсе вот телевизионной картинки длина передачи сложно определить. И когда вот с другой камерой картинка появилась, мы определили, что мяч не доходит. И тренер сразу подсказал. Пять мячей было преимущество у Олегминска. А сейчас уже равный счет на табло. 15-15. Третья партия второго полуфинала среди женщин игр народов Якутии в Амге. На подаче город Якутий. Молодая волейболистка Екатерина Иннокентьева. Хорошо. Без атаки. Первый же более-менее удар. Переносит мяч Олегме. Все ждали, видимо, нападения от Ефимовой, да? Тут Пермякова со второй линии через Чевелевы играет. И немножко неожиданно оказалось. Это действие для Якутска. Замена. Стефанчук меняют. Заходит на подачу. Пятый номер. Виктория Стручкова. Хорошо ходила. Тут есть. Ждут, зато у них там у себя. В первой зоне никого нету. 16-16. Глок-аут. Да, не добивает нападающий. Ковтун. Приходится второй раз. Но здесь на этот раз тоже. Вот красиво досталось у Клана Муратова. И такое радостное заработанное очко. 17-17, да? Нет, 17-18. Впереди Якутска. Сам не забиваешь, не хочет выигрыш. Противник уйдет вперед. Оу, помешали девушки друг к другу. 18-й мяч. Да, класс. Якутска тут проявляется. Намного, по-моему, больше, выше. В равных ситуациях это как раз видно, да? Да. Сохраняют после хорошей скидки Муратовой. Но есть тут элементы, которые пока выпадают. Депорсируют события. Наконец идет атака у Ефимовой. Находят таки брешь в защите Якутска. 17-18. Опасно Пермякова на линии. Сегодня мы видели 8 раз подряд. Она смогла подать и усложнить, да? Здесь в том числе 2 эйса. Есть у Якутска защита. Еще раз. Ой, не получилось. И получается у нас 18-18. Как ты думаешь, в долгой игре, если все удачно сложится, сможет ли Пермяков этот долго подать? Ну, до победы. Хотя бы парк. До 25? Да, если повторить. Без ошибок. Да. Ну, вот, одно есть. Одно очко есть. 19-й. Она по линии. По-моему, она сегодня еще ни разу не ошибалась, да? Да, подошли к Елену съемок. Город снималась, поэтому переводы есть. Во! Вот это может стать как раз тем самым... Ключом, да? Да, который откроет дверь к четвертую партию. А лучше педестал. Ну, пока о педестале не говорим. Тут разрешаются локальные задачи. Первый полуфинал. Якутск-Алекминск. Якутск пока по партиям впереди. Валюк, мне надо на голосе набрать здоровые, хорошие на голосе спортивные и играть. Поверить в себя, да? Бить надо, бить, атаковать. Одна подача. Я не знаю команду, которая только одной подачей побеждает. У нас в детском возрасте бывали такие случаи, когда Виктория Нестерова 25-0. Делала, да? Делала против команды. Очередной эйс. 21-й мяч. Ну, это с разряда курьезных моментов, да? Получится 25-0. Тогда получается, что команду одного человека взял и все. Ну, и одного человека не допустят. Просто так, грубо говоря, конечно. И в защите сейчас не подводят свою подающую. Это женская психология. Девушки из Алёкминска тут встали так встали, да, девушки якутска. Сейчас нужно какое-то активное движение, чтобы вернуть их порыв игровой. Сейчас как доиграет центросетки скидка. Хорошая доводка. И должен быть удар Шишкину. Здесь защита есть у Алёкминска. Центр. Нет, Тельмякова. Играется мяч. Пробуют варианты. И... Наконец-то с усилиями. Татьяна Афониной. Воспитанница Хатарской школы волейбола. И в студенчестве клуба Сергиля. Возвращается мяч к городу Якутске. Подача ее же, да? Татьяна Афонина подает. И эйс. Да, командной дисциплины не хватает. Сейчас надо было до свистка все определиться, кто... Пока остается два мяча для того, чтобы догнать Алёкминс к Якутску. Атака будет в третьей зоне. Светлана Шишкина тут отбивается Алёкминс. Еще раз Света доводит дело до конца. И 21 очко. Блок-аут, да? 21-22. Блок-площадка. Без разбега. Не успевают отходить девушки Алёкминска. Но, тем не менее, у нас... 23-й мяч не в пользу. Да, 23-21. Два розыгрыша последующих будут решать. Зал просыпается. Играется мяч, играется. Ну, загружает девочки только, что принимали. А вот поднимает их. Вот какой должна быть скидка. Три розыгрыша, пятая зона открыта. Тут линия защиты, расположение, как вы говорили, нету, да? Схемы, чтобы девушки на автомате перестраивались в защите и взаимодействовали со своим блоком. Доиграли, говорит Якуз. Вот и Брейкова, и доигровка была... Миннокентьево. 23-23. Миннокентьево очень наголо по-спортивному бьет и приносит 23-й очко. Счет равный. Неужели третью концовку Патриат отдаст Алёк Минск? Но, судя по всему, очень близки сейчас... Машбол будет. Очень близки сейчас победе в этом полуфинале команды города Якутска. Один Машбол, правда. Могут сняться сейчас. Тяжелые. Очень хороший прием. Но пас так себе, да? Да. И победа. Победа. Поздравляем с выходом в финал. Команду города Якутска. Вот они, красавицы, перед вами. 3-0. Выиграли команду Алёк Минска. Счет на табло не отражает все содержание игры. Выглядит, как будто бы Якутск прошелся по Алёк Минску. Но на самом деле достойное сопротивление оказывали волейболистки из Алёк Минского района. Благодарим их за игру в полуфинале. И прощаемся до следующей игры. Мне хочется сказать два слова. Мне хочется, чтобы Алёк Минска с таким составом должна была... Играть должна была, да? Временами только проблески игры было. И первый полуфинал легко проходит в финал Якутск. Все, впереди у нас второй полуфинал. А пока до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok